Еще открыт, еще пустые места, заходите Субтитры создавал DimaTorzok 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 И урок Начнем с вопроса Обсудите, пожалуйста, состояние, когда нет рава, умер, исчез, что вы будете делать? Ну вот так, раз и нет Вперед 10 минут Состояние, когда нет рава, он умер, что мы будем делать? Итак, прежде всего есть у нас наши рамки, которые мы получили от каббалистов и от рава, которые мы сохраняем, есть у нас источники, и мы продолжаем сохранять эти рамки без всяких изменений, цель не изменилась, достижение цели, достижение всего только в группе. Ну вначале первое, что мне пришло в голову, это Что и мы все разбеждают, что мы все разбеждают, но потом, так подумав, одно можно сказать, наверняка, с этого момента нужно еще больше, еще больше, принять решение, мысль о самостоятельности. То есть то, о чём я думаю. Должно быть очень, и очень, и очень. Мы должны быть осторожными, принимать решение самостоятельно, в одиночку. Добавить к сказанному товарищу, что нам делать в этом кругобороте. Надо продолжать делать или создавать клиш, чтобы доставить наслаждение Творцу, думать о товарищах, молиться о товарищах, чтобы получили возможность, что то, что действует на них, это Творец. Возможность объединить всё в нет никого, кроме него, в доброго и несущего добро. И всё это передать всему миру. По-видимому, когда исчезнет, то это два варианта, или мы были его недостойны, или мы будем на таком уровне, когда мы уже сможем работать с духовными силами, как группа, как клеи, как духовные клеи. Как бы это ни было один или другой вариант, в любом случае это должно сплотить нас ещё больше. Когда умерла моя мать, то это очень сдружило братьев семьи. Мы стали по-настоящему близки друг к другу. Совершенно другое дело Раф, он наш духовный лидер, и группа не должна ждать этого момента. Уже сегодня нужно сильно и крепко объединиться для того, чтобы стать духовным клеем. Продолжить сказанное товарищами. Есть определённая мера, следует в каком-то месте себя определить на двое. Сказанное, сделайте Раф, купи себе друга. И с другой стороны, есть работа с группой. Когда нужно в группе видеть Высшего, есть Раф, у него есть именно роль направлять нас. И мы должны уже об этом знать сейчас, и видеть в группе среди товарищей Рава раскрытие Творца и подготовить себя в каждую секунду, пока мы не достигаем царя по-настоящему. Это очень непростое состояние. Это внутренняя наверняка буря, когда всё будет разлетаться, взрываться. Это очень опасное состояние для группы, для всего мира, когда могут стать совершенно неожиданные силы. Возможно, разные изменения, и мы должны набраться сил для того, чтобы держаться в пути Рава, объединиться в группу. Это очень непростая ситуация. Это будет непростой экзамен для нас. Я согласен с товарищами только добавить к этому. Вы сказали, что не нужно менять рамок. И есть люди особые, которых Рав назначил. И то, в чём я уверен, что объединение должно быть огромной мощью, иначе состояние будет очень трудным. И ещё одна вещь. Он не на самом деле умер. И есть огромный архив, из которого мы сможем извлекать всё, что нам необходимо. Я думаю, что мы, к тому же, придётся просто воевать за объединение и единство, и видеть в этом спасение, видеть в этом верный путь, самый наименее опасный. И, исходя из этого, работать так, как мы привыкли. Рав, он нас ведёт, он показывает путь. И сегодня всё, что происходит с группой, это благодаря его воздействию, и если вдруг, не дай бог, он скончается, это на самом деле будет точка. И когда мы или будем продолжать дальше, в другое место, или все разобьёмся, и принижение себя в тот же момент, и, как Нив сказал, это полная самоотвена, совершенно полная. Сейчас даже невозможно понять, насколько не будет другого лекарства для нас. Мы обязаны просто сделать всё для того, чтобы почувствовать Рава. Сейчас здесь. Так что, даже если он исчезнет, с точки зрения тела, мы будем продолжать его чувствовать, и он будет продолжать вести нас. У нас есть ещё время для этого. И ещё раз, на самом деле, как внутреннее, так и внешнее состояние непростые. Мы должны, прежде всего, сделать внутреннюю симуляцию, что произойдёт, потому что вдруг все вещи, которые я не чувствовал, вдруг начинают проявляться изнутри, вдруг моё отношение к вещам начинает меняться по отношению к рамкам, к товарищам, по отношению к людям, ко всему, которые когда-то были защищены и выключены, и не проявлялись. Тогда как, когда Рава нет, это вдруг начинает везде проявляться. Это то, чем ты не управляешь. Это не то, что ты потерёл. И это, на самом деле, очень трудная задача. Трудно предвидеть, конечно же, что произойдёт. Мы можем говорить, если возможно. Я не знаю, как можно подготовиться к такому, но факт, если мы делаем семинар об этом, мы должны думать об этом состоянии, как уже сейчас связаться между нами и с Творцом, для того, чтобы это было состояние, чтобы мы знали, как им правильно пользоваться. Как и сказали, ребята, это действие, которое требует долгой подготовки. Я согласен, что должна быть отмена относительно того, кого Рав назначил, как наши духовные лидеры, ведущие духовной дирекции. То есть мы должны сейчас тоже добавить своего отношения. Должно быть особое объединение, чтобы дало нам вещи, которых у нас сейчас нет, чтобы мы могли произвести диаметральные изменения. Нам трудно это сделать как группы, как группе, и мы не можем продолжать, но обновление, которое, скажем, чувствуется, ну, к примеру, женский конгресс или еще десятки тысяч примеров, что исходит сегодня от Рава. Мы пока не знаем делать как группа и возможность проделать изменения, как на этом конгрессе, когда Рав вчера направил нас на совершенство, а утром на отсутствие, а в третий раз уже на самоотмену и благодарность. То есть в нашем объединении как группа есть достаточно силы, чтобы смазать существующее и продолжать и усиливаться в обменении, но какого-то обновления, какого-то видения вперед и также видеть, что мы падаем и сегодня Рав, например, пробуждает нас и есть такие места, где очень четко чувствуется роль Рава и я не знаю, как мы сможем с этим справиться как группа. Я думаю, то, что Рав делает на протяжении всех лет, он строит нас как группу, так что группа уже станет переходным звеном от Творца и дальше. Вопрос, кто может взять на себя ответственность за процесс для того, чтобы сплотить на духовном уровне группу, для того, чтобы подтолкнуть и создавать все более и более качественное? Для меня это вопрос, я не знаю. Практические советы, то, что мне сейчас кажется, я вдруг вспомнил, скажем, последний год, когда Рав говорил об этом состоянии, скажем, если бы я не был, что бы произошло, почему я все время пробуждаю вас, что вы хотите от меня, проверьте, делайте сами, сами почувствуйте и даже приобрести вот эту тревогу, трепет, что это как Рав хочет, как то, чтобы его дети выросли, чтобы мы сами желали расти и передавать ему все это желание отдавать, которое выходит из него. И есть здесь товарищи тоже в той или иной степени, чтобы почувствовать на самом деле то, что называется отдачей, то, на что мы способны, чтобы это произошло как можно быстрее. И наша миссия в том, чтобы ускорить состояние. я верю, что когда это произойдет, то и высшее управление означает, что подготовило нам эту ситуацию, это значит, что мы как группа уже можем и обязаны приподняться на какой-то уровень. без сомнения, что это состояние непростое, что мы должны здесь поработать над отменой, нужно как-то закрыться на некоторое время, не спешить ни с какими решениями, не уклоняться ни влево, вправо. По мере того, как мы будем взрослеть и будем более ровновешены в любом действии, то будем размышлять, как действовать. это нас сплотит, это... Я думаю, что этим мы насладим всех наших отцов, Бал Сулама, Рава, Рабаша. Это означает, что они могут положиться на нас. И я не знаю, что еще не достает, если возьмем пример Рава, Рабаша, и он говорит, что мы должны взять все, что он говорит, и хранить это где-то, чтобы затем воспользоваться. Я не знаю, что мы не делаем как группа для того, чтобы на самом деле подготовиться к этому состоянию. И, может быть, на самом деле требуется сделать это как можно скорее и спрашивать. И еще одна вещь. И я хотел бы, чтобы остался какой-то документ, письмо, какое-то наставление очень четкое. Я не знаю, правильно это или нет, но мне кажется, что весь тот процесс, который мы проходим сейчас и все, что мы изучаем, мы должны прийти к ситуации, чтобы у нас появился групповой разум, чтобы мы как группа могли решать проблемы лучше, чтобы мы не убегали какой-то индивидуализм, что для группы этот групповой разум будет настолько высший, что это и станет следующим эволюционным этапом нашей группы, чтобы мы могли реализовать все это воспитание, которое получили до тех пор, что мы на самом деле выросли. И может быть, только воспользовавшись следующим новым знанием, мы сможем уже сделать следующий шаг. Нам неизвестно состояние, в котором мы могли бы выстоять. и Рав говорил об этом состоянии. И когда я слушаю уже вас по второму кругу, у меня появляется огромная уверенность, что есть у меня поддержка, опора, есть у меня группа, есть у меня место, где я могу находиться. И я полон уверенности в вас, и я уверен, что вы сможете сделать то, что необходимо. и я надеюсь, что у меня будет сила принять это. на этом особом конгрессе Рав нас спрашивает и говорит так, что бум, и я исчезну. И мы должны будем взять это сейчас, с практической стороны подойти к вопросу, приложить усилия, чтобы достичь такого уровня, по крайней мере, стараться туда попасть. то, что Рав заготовил, готовят для нас. объединение это ключ, но все во всем у тебя должно быть, чтобы ты был специалистом, а не то, чтобы у тебя было желание это сделать. и лидерство. Если машина едет и вдруг катапультируется водитель, что произойдет с машиной, она будет ехать дальше или разобьется. И мы должны просто стать водителями, и это не очень-то понятно, как вдруг сможет вырасти такой водитель, как группа людей станет одним ведущим, одним ведущим. Это не какой-нибудь триллер или красивый фильм. Это очень направленный путь профессиональный. Нужна методика, чтобы знать, как это сделать. Это невозможно управлять, если ты не исходишь из этого места руководства, из того места, откуда ты можешь вести остальных. И ясно, что если мы сейчас не приобретем, сделав какие-то первые шаги в пути, то, что необходимо пройти, мы, конечно же, не сможем с этим состоянием справиться, потому что нам нужно, чтобы нас кто-то взял, привел к источнику, к которому мы должны прийти. Я согласен с тем, что сказали ховерин. Я думаю, что ничего не ясно из того, что нужно делать в таком ситуации. Просто ничего. Понятно, что направление, о котором сказали товарища, это все верно. Реально я это не видел нигде в источниках, не написанном, не слышал много бесед об этом. В общем, да, все так, но если мы сейчас говорим о практике, то есть пустота, которую мы не можем заполнить. Что к чему нас вынуждает ситуация, вынуждает прийти к постижению. Если нет головы, рожь, которого постиг, не просто постиг, я как-то слышал, именно это я слышал один раз. Это не просто должен быть какой-то первичный вход в духовный, должен быть определенный совершенно уровень, который можно продолжать, если его нет. так и нет. Это закон, один из законов. Должна быть необходимая сила для продвижения дальше. Если ее нет, так невозможно продвигаться дальше. Раф в целом это более высокая ступень по отношению к тому, чем являетесь вы. Не несколько ступеней. На несколько ступеней я с нескольких ступеней выше. Я не могу обратиться к вам, никто меня не поймет. То есть это более высокая ступень, на которой если вы объединитесь, то будете. Конечно же, в тот момент, когда вы объединитесь и будете, мы уже будем говорить с первой на вторую ступень и так далее. И как возможно в таком случае все-таки поменять Рава? Если объединяемся, без этого, конечно же, мы не можем знать правильного направления. Да? Нейв. Нейв. Хорошо. Короче, только объединение между нами может поменять нам лидера, и это объединение должно нам указать путь. Как мы сейчас постигаем его, и идем с ним? Сейчас здесь, если будет у нас объединение в едином сердце, тогда мы уже можем с помощью этого каким-то образом ориентироваться в нашем пути. Как? Что тогда произойдет с нами, если мы объединимся в едином сердце? Подумайте. Пожалуйста. Два вопроса. Как и что? Так? Что произойдет с нами, если мы объединимся в одно сердце? только объединение может нам заменить лидера и как мы можем его достичь? лидера который укажет нам путь? Здесь сейчас если здесь у нас будет объединение как одно сердце мы сможем суметь ориентироваться в пути. Как? Я думал об этом на самом деле с самого утра после того как Раф спросил об этом когда он сказал это на уроке что мы я обращаюсь сейчас ко всему мировому клик ко всем здесь если мы посмотрим никогда не было такого конгресса в плане подготовки готовности уподобления свойств остроты я думал что единственное это то что недостает товарищем только раскрыть что творец действует внутри них потому что то что здесь происходит то что ты едешь в пустыню перед конгрессом для товарищей как нам Дарон сказал что это после просьбы есть конгресс когда ты работаешь для творца для товарищей ты делаешь все так а здесь по сути дела из необходимости в каждый момент молиться о товарищах чтобы они были достойны почувствовать что творец действует среди них сейчас что мнение находится среди нас просто чтобы раскрылись у них глаза если глаза раскроются у них может быть и у меня может да может нет но это то что нужно это состояние мы видим что в природе есть один разум который действует есть абсолютная гармония что может заменить природу это человек один человек очень четко даже грубо когда есть один человек который подсоединен соединен с природой намного выше чем это можно даже понять и мы видим это поразительно насколько он ведет нас шаг за шагом соблюдаешь месяц за месяцем невероятно этот переход когда мы уже способны быть на каком-то уровне ему подобным это возможно сделать только за счет объединения несколько лет говорю об объединении о том что все руководство будет через группу и вся эта дирекция которую выбрал сейчас это раскрывается это в таком виде столько людей много людей со всего мира такого тоже никогда не было мы должны подумать как мы должны действовать каждый должен задаться вопросом как он может отменить себя чтобы мы смогли действовать как один человек с единым сердцем в одном едином разуме я хочу продолжить своих товарищей если в группе есть определенная сумма людей и она приходит к состоянию когда у них сердце раскрывается то автоматически это произойдет и у других поэтому мы должны продолжать идти с этим вперед подготовить то что называется поручительством и не оставлять этого ни на секунду держать товарища в этой мысли что мы готовы войти в поручительство оставить самих себя и войти в состояние которое над нами мы оставляем наше желание вроде бы такие сокращения которые мы готовы сделать с помощью Творца без которого невозможно это проделать намерение просьба и это желание в определенной сумме людей и в определенной силе с их стороны может выполнить это цель остается той же целью достичь Творца достичь высшего в любом состоянии приложить необходимые для этого усилия развить для этого хиссарон желание поэтому ощущение объединения которого мы достигнем должно перевести нас на следующий уровень каждый раз уровня на уровень просто сейчас пока мы еще не вышли на первый уровень объединения то и нет у нас ведущего на этот уровень мы знаем что даже в группе Раби Шимона был собственно Раби Шимон который мог быть ведущим может быть чтобы не было порядка в ступени должен быть порядок чтобы было понятно как продвигаться вместе с этим конечно должно быть и общее устремление общая цель которая все время приведет к раскрытию следующей ступени того высшего который будет вести руководить то есть должно быть внутреннее требование о ведущем и тогда он появится в духовном материальном не имеет значение это требование которое мы должны развить это требование на самом деле приводит меня в состояние когда ощущение есть ощущение большой уверенности потому что сейчас мы наверняка достигнем этой цели потому что есть что-то обязывающее нас и то что мы вообще обсуждаем вещь когда мы зависим от нее от этого вообще понятия раха это настолько тотально всеохватывающее и когда мы должны понять его путь то нет ничего больше более обязывающего как постичь эту ступень и зависимость просто обязывает это не понятие даже нашего желания это еще более глубокое чем обычное наше желание это как сейчас я дышу и поэтому эта сила которую мы сейчас обсуждаем которая вроде бы исчезает от нас конечно же заставит нас достичь этой цели продолжить если каждый до сих пор когда-то думал об этом раз два три прежде чем выполняет какое-то действие я думаю что нам сейчас придется думать намного больше мы уже не думаем так чтобы сначала мы объединяемся только потом действуем даже больше того ничего и не можем как бы провозгласить снаружи кроме нашего пути поэтому я очень надеюсь я хочу верить и думать что именно так мы в эту сторону будем предпринимать шаги что все будет в сторону объединения я не знаю я приехал на этот ужас на самом деле с ощущением беспомощности и давления и влечения и ощущения если я на самом деле не создаю здесь какого-то изменения даже маленького разбиения моего экрана по отношению к вам на пути этого продвижения на самом деле я чувствую что нет у меня ничего в этом мире если я когда-то думал что это есть теперь же нет я как будто пытаюсь найти путь во мгле я просто чувствую себя беспомощным и этого недостаточно если меня спрашивают что сделать сейчас чтобы это изменилось я на самом деле не знаю но то что я понимаю что просто запрещено нам прекращать запрещено прекратить желать я очень согласен с тем что сказал ханох у меня тоже было ощущение сегодня утром очень сильное что у нас уже тысячи нюансов мы переполнены трудно удержать все это в одной картине когда входит одно второе третье изменяются картины но можно как-то рационально объяснить но в моем ощущении что все это нужно отложить в сторону оставшееся время эти частые конгресса это конгресс это время атаки нужно просто вскочить и бежать стрелять каждый в свое желание в нашу совместность в необходимость и те усилия которые мы приложим это создаст новую ступень нашей наивности желание того чтобы что-то в конце концов произошло и это необходимость которая говорит о том что уже должно что-то произойти мы должны просить это мы должны чтобы в этом объединении проявилось бы какое-то первое духовное чувство я как раз очень уверен что в тот момент когда мы придем к первому объединению хотя бы немного небольшая горсть людей автоматически естественно все подчинят себя ей и она будет властвовать нет такого чтобы этого не произошло в тот момент когда есть небольшое обвинение среди небольшого количества людей мы естественно отменим себя по отношению к ней и это то чему невозможно противостоять потому что если бы можно было противостоять это не было бы обвинением потому что такое состояние не может быть чтобы распространилось и не распространилось и не охватило всех своей любовью в простой в чёткой и целенаправленной форме. Это и я тут чувствую то же самое, о чем сказали двое друзей. Есть уже готовность преклониться, в конце концов, до сих пор. Раф был такой большой, относительно легко склонить себя перед ним. А группе Рабаш тоже передать, что это уже целый уровень отмены. Как Рабаш говорил, у тебя в желании такая же тряпка, как и я, что в конце концов ты готов на что-то, чтобы произошло, причем мы все вместе. Вот именно это мы должны атаковать. Мы должны зайти в такое тотальное взаимопровождение. Как мы объединяем две основные точки? С одной стороны. ощущение беспомощности во всех наших силах, что нет у нас никаких шансов, шансов собственными силами даже коснуться духовного. и вторая точка, что если мы захотим, мы обяжем Творца помочь нам в соответствии с правилом «Победили меня, сыновья мои». как мы соединяем эти две точки ощущения беспомощности в собственных силах и полная уверенность в наших силах в том, что мы можем обязать Творца помочь нам. безысходность безысходность играть в то, что, как и сказали хаверим, что вся моя суть теперь становится в необходимости относительно товарища. Это как если у меня есть больной ребенок. Я хочу, чтобы он выиграл. я полностью должен быть ради товарищей, играть как бы выше ступень. А моя личная безысходность останется внизу. Безысходность для того, чтобы мы заострили свою просьбу. Мы на самом деле не можем сами постичь. Нам нужен Творец, чтобы помог нам. Нам нужен нрав, чтобы помог нам. Нам нужен кто-то, чтобы помог нам. И эта беспомощность приводит нас к тому, чтобы мы пришли к требованию, к какому-то требованию, просьбе общей. И отсюда мы уже начинаем развивать наше обращение к Творцу. И если мы на самом деле почувствуем как можно более истинное это требование тогда мы сможем прийти к этому. Но ясно, что без начала этого мы не сможем прийти к требованию к Творцу. То есть эти две вещи нам помогают правильно развить требования к Творцу. мне кажется, что если мы сможем относиться к этой безысходности как к удару, а к объединению как лекарства от этого удара, то у нас появится прямая связь, что спасение от безысходности это наше объединение. Это противоположное, второе состояние. И тогда они смогут существовать параллельно. И тогда они не будут в ситуации, чтобы была только безысходность. Я не знаю, может быть, с помощью радости может взять эту безысходность как благословение и радоваться и благодарить за это. И несмотря на это не прекращать просьбу еще и еще я на самом деле не знаю, насколько ты тогда приходишь к тому, что называется «И победили меня сыновья мои». Можно устроить такой праздник касающийся этой безысходности. Сказать «До свидания, пока, бай, встретимся после, может быть, восстания мертвых там. А пока мы поворачиваемся в другую сторону объединения друг с другом и к Творцу, который это может сделать. И он это сделает, отвечая на наши требования». В связи с этим я хочу сказать лихаем Ханоху, который пришел к ощущению безысходности, что на самом деле нужно оценить это состояние, чтобы мы проделали такие усилия, чтобы почувствовали эту беспомощность и обратиться к месту, через которое мы можем получить ответ на это, что только его не достает нам. Получается, что ощущение недостаток, это безысходность, оно совершенно необходимо на нашем пути. Для чего нам нужен Творец? Ведь мы думаем, что мы сами способны приобрести самостоятельное свойство отдачи, объединиться. Эта безысходность вводит его в эту картину. и чтобы мы могли понять, что что-то вдруг не достает в процессе. Нет, наоборот, мы сейчас начинаем входить внутрь в пространство между нами и именно из его желания поднять нас появляется такая ступень. Когда человек ощущает эту безысходность, это на самом деле тотальная, полная безысходность, но когда люди находятся многие в состоянии безысходности, это наполовину утешения. Это на самом деле состояние, которое пробуждает какую-то радость или печаль, но это общее, и когда это общее, это становится сильным, и тогда на самом деле я не знаю, не достает какого-то укола небольшого, который на самом деле сможет взорвать это, не достаю слов, но то, что это вместе, это уже становится очень мощным, намного более мощным. А вдобавок к тому, мне кажется, что в объединении возможно какая-то сила свыше, больше, чем компенсация какой-то безысходности. Мне, по крайней мере, кажется, из того, что я ощущаю, что она исходит из-за какой-то единственности, индивидуальности от личной такой безысходности. Я не знаю, что такое групповая безысходность, точная, целенаправленная, как, скажем, роль пастуха собрать своих овец, потому что именно так он знает, что они могут находиться спокойно в мире, потому что иначе волки по одному их съедят. мне кажется, в объединении может быть такое спасение чего-то свыше. Надо. Мне кажется, это может нас по-настоящему спасти, как мы только сумеем понять. Или нам придется пережить эту безысходность, относительно которой мы увидим единственным выходом объединения между нами, когда мы сможем уже подрасти. продолжить сказанное Стасом и Давидом есть что-то особое в безысходности, когда он дает место чистое от высокомерия, потому что что делает эта безысходность? Срезает нашу гордыню без того, чтобы сломать человека. И есть возможность прийти к месту обвинения из поручительства в виде более чистом, когда я уверен, что я не смешан со своим я, со своим эгоизмом. продолжу, товарищи. Недостаток объединения это очень реальное состояние. Если мы сегодня можем посмотреть на ситуацию, она совершенно нерациональная. Мы живем и не в состоянии избавиться от состояния этого условия, того, чтобы Творец появился и выполнил его работу, без которого ничего не произойдет. иначе мы живем с этой иллюзией. Если собрать все, чем сказали товарищи, если нам удастся прийти к этой мере объединения, тогда мы почувствуем безысходность, которая родит обращение к Творцу. Может быть еще одно предложение об этом. Я хочу указать, что безысходность показывает тебе, что нет никого, кроме него, что Творец действует. Ты думал, что он действует. Пример безысходности. Предположим, ну не предположим, это на самом деле так. Есть только один сосок, из которого можно кормиться. Только одна соска, которая передает еду. И при условии, что один передает другому. может получиться, что никто не получит. Если не передают ее, может ли случиться такое, что отказаться от духовного, от всего, всего существующего ради товарища? Отказаться при таком условии достигается отдача. Хотите отдачу? Пожалуйста. Это несомненно можно сделать. Что тогда будет называться безысходностью? Способны были на это или нет? Пожалуйста. потому что то, что называется что я хочу сосать из этого места это мой эгоизм. Я уже не хочу этим заниматься. Я не существую. это мои товарищи. Да, я хотел бы сказать, что тот дух, который получил от вас приводит меня к мысли, что я не один, кто готов умереть и не принять от этого источника ради себя. Просто когда готовы на все, только для того, чтобы товарищи получили, и для этого они живут, и они так же себя ощущают в этом их существовании. Продолжить сказанное Нивом, который рассказал мне о товарищи, как сидят все в горящем доме и никто не выходит. Все сидят и никто не выходит. Примеры, которые приводят в фокус-группе нехорошие, неправильные. Когда готовы уступить друг другу из-за стыда, гордыни или того, что, скажем, если все не могут выйти, я готов сгореть вместе со всеми, остаться в пылающей квартире, как я буду потом жить, это все эгоистические расчеты. Как я прихожу к безысходности духовной? Продолжение следует... Я думаю, именно тем, что я уступаю другим. Сходя из безысходности? Вопросы. И я на самом деле не помнил, не понял примера, а потом сказал Иран свой пример, и я не понял, почему этот пример не действует. А мне как раз кажется, что в конце концов все получают, просто процесс в том, чтобы я должен заработать духовный механизм. Этот пример для того, чтобы запустить духовный механизм и включиться в него, мне кажется, пример как раз то, что называется из Лолишма приходим к Лешма. Как-то заработает механизм относительно группы, относительно того, что я могу себя отменить. И это тоже неправильно. Я просто... Есть у меня здесь группа подопытных кроликов, как бы это сказать. Подопытные кролики. И неправильно. то, что я готов уступить всем, дать им возможность сосать из этой одной соски, когда только один может. И так каждый уступает другому, и тогда получают все это. Эгоистический расчет. Не получают все. Мы не можем так заранее сказать. И никогда таким образом мы не получим. поэтому духовное нам непонятно. Потому что есть здесь совершенно другая методика наполнения. Мы уступаем на самом деле каждый всем без всякого расчета на будущее. Это называется самоотдача полная. Когда у меня от этого ничего не будет. не ради получения награды. И не получаем потом. Как вы думаете? Не получаем. Потому что получающие килим сократились. Нет никакой возможности получать. Ну продолжайте. До безысходности. мне кажется, что безысходность это когда я не способен выполнить действия, если расчет нерациональный. Неважно, что бы я ни придумал, в конце концов, я не могу иррационально посчитать. Почему? А вот потому. То есть, даже если я думаю о наслаждении Творца, это все равно находится в эго. Может, спеть что-то. Я думаю, что мы говорили об этом раньше. В этом как раз все дело, что пока это в знании, это рационально, здесь есть техника, когда мы сможем уйти от этого. На самом деле, это невозможно. И это не истина также. Я думаю, что единственный путь здесь, невозможно напрямую выйти, к тому, чтобы прийти к безысходности. То есть, невозможно таким образом принудить эгоизм. Так мне кажется. и то, что возможно на самом деле последовательно следовать советам каббалистов. И я здесь методика. И вследствие этого прийти к такой уверенности в группе, к такому теплу. Когда вдруг свое я отменяется, как в статье Рабаша, когда человек не может беспокоиться о себе. Это сила, которая создается в поле между нами, и вдруг это отменяет человеку его я. Что-то в этом роде. может быть, если есть один кран, и каждый приходит и берет, это действительно простой эгоистический расчет. Но если все объединяются в одно, потому что есть только один кран, тогда выходит настоящая отдача, и появляется уподобление свойств с этим источником. и тогда будет называться, что получаем не в том виде, когда каждый приходит получать свое первичное клее. То есть объединение всех в одно, в свойства отдачи, это то, что будет называться, что мы получаем от высшего, потому что действительно есть только одно место. Нет много каналов, есть только один канал, в конце концов. И в чем же тогда безысходность? безысходность тогда в том, что это вынуждает тебя избавиться от твоих получающих келин, в которые ты привык получать, чтобы жить, пока ты не приходишь к новому клее, с которым ты будешь жить. До тех пор я в безысходности, потому что я не могу продолжать жить так же, как раньше. Это слышится как просто какая-то пассивная отдача. Может быть, это половина выше первой ступени. Это можно уподобить состоянию Хофетсхэсет, но наша природа совершенно противоположна тому, чтобы думать об этом. Как сказал Иран, это нерационально, я не способен приблизиться вообще к этому. Потому что здесь недостает какой-то силы, не знаю, или же непрекращающаяся работа убеждения. А с другой стороны, кто желает отдачи, не может быть, чтобы он пожелал сосать из этой единой соски. Или ты хочешь получать, или ты хочешь отдавать. Если каждый уступит эту соску, этим он выполнит действие отдачи, этим он и получит, он получит возможность отдавать. И это получится совершенно равным той самой соске. Ее собственно никто не касается, потому что каждый отказывается, каждый выполнил действие по отдаче. Но для этого необходима очень сильная сила поручительства, чтобы у нас появилось совершенно другое ощущение, ради кого мы отдаем. И для этого мы должны видеть по-видимому товарища как высшего, насладить его. А может быть безысходность это наша, невозможность наступить на себя и выйти из себя в это нечто иррациональное, противоречащее природе, природе не получать, а отдавать. Моя группа это моя высшая часть. Я тот, который сейчас говорит это эгоизм. Все что кроме меня это группа, это высший, это отдача и группа где находится Творец. То что я прихожу к безысходности в своем получении, я прихожу к решению чтобы высшая часть получила то, что она должна получить. Я произвожу сокращение на самого себя, я не пользуюсь своими получающими килин. соски тогда я нахожу себя там за этим решением что группа должна получать из этой соски. Ну да, появляется новая структура, которая не состоит из суммы разных я, людей, которые отменили себя. Это новое творение, не имеющее никакой связи с тем, что было раньше. Если попытаться объединить все, что сказано вами, это по сути дела понимание и ощущение, что для того, чтобы продолжать жить и существовать, я должен изменить свою форму с получения на отдачу. я как раз очень даже уверен, что Эгона рисует нам очень понятно и четко и с хитростью, что если я буду сосать из этой соски, это как раз и будет отдачей. Я буду наверняка уверен, потому что именно из-за такой особой ситуации я смогу прийти к точке. Это не так просто отказаться, это нам кажется, ну что, я могу уступить товарищам, потому что не может быть, что если он во мне выстроит такое желание пожелать этой соски, то не может быть, чтобы я отказался, потому что если я откажусь, это значит будет мне неважно именно борьба, ведь я не хочу уступать, я не захочу, не могу отступить, я могу только попросить, что если он это делал и делает, чтобы он это сделал, и не важен результат, важно, чтобы что-то произошло. Мне кажется, то состояние. Продолжить, товарища, я тоже так это чувствую, похоже. И как мы представляем из себя эту картину новотворения, которую он назвал, не важно, идеально, эту картину, это только усилит в каждом ощущении осознания зла, собственной низменности, и тогда в этом ощущении, когда вдруг я чувствовал, что все выше меня, я вижу, что все настолько совершенно, поскольку мы играли в это до конца и вкладывали в это, и каждый вкладывает. На самом деле, создается противоположная картина, когда я вижу себя настолько низким, что это приходит из ощущения, что создается компрессия. Просто просьба, это безысходность. Безысходность – это, в конце концов, просьба к этой силе, чтобы она пришла и справила все. Я обязан сказать, что наша беседа – это как стиральная машина такая. Все, что ребята сказали, что нет смысла, принимаю я эту соску или отказываюсь от нее, если не изменится мой разум. Безысходность означает, что значит вообще идти с Творцом. Я задаюсь вопросом, ну, если я буду знать, так это тоже будет ради получения? Так? Так какая сейчас, возможно, форма сделать что-то правильное ради отдачи и Творца, не зная, что это ради отдачи и Творца? То есть, моя безысходность, как я могу выполнить действия, оторванные от моего эго? Или еще с радостью? И если я иду для того, чтобы получить что-то, я не получаю ничего, потому что было первое сокращение уже, и мне не на что уже надеяться. Это просто и ясно. И я никогда не могу получить в Майки Лим, как я сейчас, ничего, кроме той малой искры, которая прорвалась в этот мир и создала всю Вселенную, и все, что есть здесь. Это маленькое свечение, которое оживляет все это материальное. Если мы желаем подняться над этим, мы вынуждены подняться над этим. Творец таким образом подталкивает, пробуждает нас, что-то сжигает нас, когда мы хотим. Это только с помощью того, что мы уступаем. Уступаем. Отменить себя от всякого получения, потому что все получения непригодны и идти все время на большую отдачу, то есть все время в больших уступках, без того, чтобы планировать для своего получения ничего, ни на теперь и ни на будущее, а наоборот. Отменять и уступать, и уступать во всем, что дают, и дают, и дают. И тогда в таком виде у меня нет никакой проблемы, никакого отчаяния, потому что передо мной есть мир по полной всего, искрящийся всевозможными наслаждениями, влекущий меня во всевозможных направлениях, и всегда у меня есть место для работы, когда я могу уступить и не брать его. И тогда я не иссыхаю, то, что называется, не иссякаю. И поэтому называется эгоизм ситра ахра. Это малху, царство без короны, то есть без кеттера, которое не приводит ни к чему, только тянет во всевозможных направлениях, пока человек не умирает, и даже половины наслаждения нет в его руках. Тогда как тот, кто умеет уступать, учится тому, чтобы уступать во всем, на одну соску, уступить всю награду, во всех направлениях он приходит к отдающим келим. и эту работу легче всего и быстрее всего можно сделать в группе. Итак, как мы выстраиваем себя с намерением специально так, как я должен выстроить себя намеренно в группе так, чтобы была у меня возможность как можно быстрее отменить все, уступить во всем, с чем я сталкиваюсь в пути. И тогда я достигаю кеттера. Что такое кеттера? Свойство отдачи. Это кеттер. Пожалуйста. Как мы себя организуем в группе, чтобы появилась возможность отказаться от всего, от всего, что я встречаю в пути. и тогда я прихожу к кеттеру. Свойство отдачи. А отказаться это отменить себя во всем получении и идти все время с большими уступками в отдаче. Не планировать в получении ничего не сейчас и не в будущем, а все время отказываться и отказываться. Так у меня нет никакой проблемы. Я не отчаиваюсь, а есть у меня всегда место для работы, и тогда я не разочаровываюсь. Тот, кто учится тому, чтобы отказаться от всего в награде, он достигает отдающих келим. И эту работу легче всего и быстрее всего можно сделать в группе. Итак, как мы выстраиваем себя и группу так, чтобы была у меня возможность отказаться как можно скорее от всего, от всего, с чем я сталкиваюсь в пути. И тогда я достигаю кеттера, свойства отдачи. можно сделать это через поручительство. В поручительстве каждая из группы получает такую силу выше его желания. и каждый раз, когда он ощущает уверенность, 600 тысяч человек, которые о нем заботятся, и тогда все, что в нем выскакивает, появляется, он готов и может воспользоваться для того, чтобы отменить еще больше и отдавать группе. поручительство это группа, которая может, это сила, которая может реализовать такие действия. Поручительство это сила, которая может сделать эту работу, потому что в поручительстве я получаю силу работать в самых своих низменных состояниях и в радости, что мне в конце концов дана возможность произвести действия в направлении принижения, отдачи в таком виде, когда это не примешивает мое желание получать. И все, я это не понимаю, я тоже думал, я не понимаю, где там мерка, когда я не могу примешивать свое желание получать, это было как в примере с пожаром, то, что было раньше, и как может быть, чтобы я в отказе не примешивал свое желание получать. Я подумал об этом, что же мне не достает, и пришел к выводу, что если все будут обо мне заботиться, тогда я с радостью просто буду как маленький ребенок или взрослый, я буду делать все, что необходимо. Такое ощущение, что все обо мне заботятся. Здесь, правда, тоже есть такая эгоистическая составляющая в свойстве, ведь я чувствую, что все обо мне заботятся, и поэтому это легко, это тоже как бы противоречит. вопрос, что значит беспокоиться обо мне, а не беспокоиться о том, чтобы наполнить меня все время, или беспокоиться обо мне, чтобы дать мне возможность отказаться каждый раз, когда группа товарищей все время поддерживает это общее впечатление, как, скажем, два или три ребенка, которые играют в какую-то игру, и говорят, давайте представим, что мы сейчас находимся на Марсе, и есть инопланетяне, и они находятся в этом представлении, в этой иллюзии, если каждый вкладывает свое постоянство в эту игру, это дает возможность места, в котором это живет, и когда все не будет пустую, и будет присоединяться жизнь на этом Марсе, которую желают эти дети, если мы дадим эту возможность каждому в нашей группе отказаться, потому что в этом мы видим высшую ценность, как группа, которая решила прийти к свойству отдачи, и тогда мы сможем пойти от победы к победе в этом, и поскольку у нас есть желание получать когда что-то заискрится, и мы естественно захотим это для себя, это помощь, и в точности, как ты говоришь, как я могу знать, что это не желание получать, потому что ты захочешь что-то, тогда у меня будет возможность отказаться от этого, поскольку ты будешь знать, что высшее знание, это, что ты должен это сделать, но ты не сможешь чтобы это сделать так, чтобы это произошло, но для всего этого необходимо поручительство людей, это не просто присутствие людей, когда говорят, что я твой товарищ, это просто готовность пойти на эту иррациональность, но это групповая иррациональность, которая делает это рациональным, настоящей реальностью, и когда эта реальность становится на самом деле реальностью. Я продолжу то, что говорят ребята. Все заботятся, я просто недостаточно это ощущаю и ощущаю это недостаточно, потому что мне не достают килим. Единственный путь приобрести мне эти килим, которых во мне нет и которых не заложены в моей природе, это я должен что-то делать, чтобы перестать получать свое желание не получать. И это значит продолжать играть, это играть, как на Марсе, несмотря на то, что это ложь, несмотря на то, что у меня нет этого внутри, но я вместе с вами играю, вместе я дам я дам я дам вам все, что вам нужно, все, что вам нужно, только чтобы вы были довольны, потому что Он — это высшая сила, которая вместе со всеми, которая когда-то позволит нам держаться чего-то, чего во мне пока нет. И это один принцип, который помогает нам в пути, это игра, и второй принцип — это привычка, когда мы, благодаря тому, что мы отказываемся в двух вещах, и первое, что в чем, от чего легко отказаться, это от награды, то есть от ожидания награды вследствие моей работы, или когда есть у нас энергия, и мы тогда бежим, или когда отсутствует энергия, и тогда мы спим или застываем на месте, и не готовы сдвинуться. Почему мы не готовы сдвинуться? Потому что нет у нас что-то, чтобы светило изнутри, и легче отказаться в поручительстве, то есть в создании этой высшей ценности, как будто откажись, дай усилия, когда нет у тебя своего желания, ничего перед собой, это легче всего сделать. Еще труднее сделать за тем, когда светит тебя уже за тем, и ты должен отказаться от этого, когда ты весь в стремлении. Последний вопрос. Последний вопрос. Какие игры, упражнения вы можете порекомендовать нам всей нашей группе для того, чтобы быстро прийти к отмене, уступке, поручительству, одному сердцу, величия Творца, величия Товарища, все для того, чтобы как можно быстрее достичь самоотмены, тогда этим мы и попадем, и будем в высшем мире, в грядущем мире. Какие упражнения для того, чтобы развить, для того, чтобы ускорить наше развитие к отмене, к аннулированию, к духовному? То, что мне самое удачное упражнение, это когда группа выходит на траву вместе, на совместные действия. когда я выхожу в отдачу, как бы я действовал в этом месте? По отношению к противовожному состоянию, когда я привык действовать в нем, находясь в своем эгоизме. Я не знаю, есть ли еще игры, упражнения, то, чего мы не делали в той или иной версии. вы находитесь больше меня в этом? Я не знаю, является ли это правильным направлением? Я не знаю, это является разнообразием, чем-то новым, чем мы не были. Это что-то по мощи, по стоянству, и я не могу этого раскусить просто. Самое мощное упражнение, о котором я могу подумать, есть много физических упражнений, когда ты падаешь назад, и тебя подхватывают, или упражнение, как пишет Рабаш, когда человек понимает, что другие его любят, и это настолько в нем происходит обновление, что он не может о себе заботиться. Другое упражнение, например, сидит Стас, и все по очереди говорят о его величии, насколько он особый человек, и тогда эго Стаса получает такие удары со всех сторон, не зная, что происходит, и тогда после всего этого он должен сказать, от чего он готов отказаться, и что он обязуется дальше делать. Можно развивать дальше. У меня когда-то было желание, чтобы был такой механизм в группе, каких четыре человека, ты входишь, они говорят, что ты должен сделать, чтобы прийти в духовное, и ты, вследствие того, что ты хочешь на самом деле прийти в духовное, ты приходишь и хочешь выполнить, как врач тебе говорит, сделать так, так и так, и ты должен принять эту капсулу над своим знанием и мнением. У меня сейчас появился пример одного фильма, который я когда-то видел, назывался что-то типа «Красивая жизнь», о катастрофе отец и сын, и отец не хочет показывать сыну все эти ужасы, и он предлагает игру, он говорит игру, чтобы ни в коем случае ребенок бы не увидел не увидел бы всего и всех этих ужасов, чтобы он вообще не увидел бы ничего плохого там, танка. То есть, если у нас появится ощущение заботы о других, если мы захотим заботиться о других так же, как хотели бы заботиться о своих детях, если мы увидим весь мир, кроме самих себя, как наших детей, то в реальности войны или катастрофы, ведь это то, что мы чувствуем, ну это не очень приятная реальность, то мы будем обязаны создать эту как бы игрушечную, ненастоящую реальность, как бы ненастоящую, но в этом увидим наше вознаграждение, мое вознаграждение в том, что я могу, мне удастся создать такую реальность, я не собираюсь не видеть всех ужасов сам, я могу остаться в этом, даже умереть в этом, дело не в этом, дело в том, что все, что я хочу осветить, это цель, хочу, если я смогу передать им, это тогда я удостаиваюсь всего, я смогу удостоиться отдающих келим, если я в одиночку смогу выжить в этой новой реальности, которая построена, но ведь мы же построим ради других, не ради себя, мне кажется, это очень сильная групповая работа, очень четкая, если мы сможем все больше выяснять ее, тогда мы сможем и сделать. Да, иными словами, то, что сказал Давид, я это понимаю так, я должен идти в каком-то ощущении очень открытом, очень сильно ощущаю, что я могу добавить товарищам, беспокоиться о важности, о силе их продвижения, о возвышенном состоянии, о хорошем настроении, обо всем, это может быть сейчас, когда я просто нахожусь в своей работе, в своей внутренней работе, это может быть сейчас, когда я также выражаю это, это то, что мы можем сделать один по отношению к другому, и чтобы не было у нас мысли, что есть у нас что-то другое, кроме как беспокоиться, чтобы у товарища была уверенность в этой силе продвижения, это только у нас может быть, мы нигде не можем этого получить в другом месте. я оглянулся, что Раф вышел, это меня вернуло к началу беседы, мы сейчас возвращаемся к началу этого кино, насколько это правильно, я думаю, что мы из-за того, что мы находимся в особом мероприятии, мы не просто ищем игры, мы должны развить особое требование к Высшему, истинное требование, требование, которое только обращаясь к Нему, сейчас, когда мы эту небольшую безысходность превратили в игру, в смех, это все тоже произошло, потому что помогли нам достичь, прийти к этому выяснению, а постоянная концентрация того, что мы все время нуждаемся, чтобы вывели нас из наших привычных кили, в которых мы живем и так к особому состоянию, когда мы захотели бы сделать действие только вместе, исходя из объединения с Ним, только таким образом мы сможем это сделать, и никак иначе, и здесь появляется поручительство и поддержка помочь себе отказаться всем от своих кили, потому что свет светит во все килии, одновременно мы просто должны выбрать скажем, назовем это правильным клеем, сделать это вместе, потому что естественным образом группа, потому что только группа дает мне какую-то возможность. дает мне это по-напрессу в кавказе кавказе под дарги друзья, Продолжение следует...